Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова, который сейчас готовится к очередному матчу своей команды, на этот раз против Беневенто. Ну и вот в преддверии данной игры мне, конечно, стало интересно, а что же пишут итальянские фанаты, болельщики того самого Дженуа, о грядущей встрече, а также о Шамуродове. Сможет ли он проявить себя в этой встрече? Давайте узнаем их последние комментарии. Я их перевел на русский язык и сейчас оглашу для общего ознакомления. Ну и, конечно, в основном я искал комментарии в соцсетях, в фейсбуке, Дженуа, в твиттере. Ну и, собственно, самые любопытные я как раз подобрал и сейчас зачитаю их. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Томми Вилья. После ничьи с Миланом, Беневенто вряд ли станет для нас поиградой. Мы обязательно победим, а наши фойварды вновь покажут себя. Жду голов от Дестера и Шамуродова. Ну что ж, да это бог. Посмотрим. Эта парочка действительно неплохо показала себя против Милана, поэтому будем в них верить. Дамиана Канариле написал. Пускай в основе выходят Дестеро и Шамуродов. Это самые сильные игроки в нашем нападении. К тому же Шамуродову нужно оправдывать 8 миллионов вложенных в него. Ну что ж, опять же посмотрим. Здесь на самом деле Шамуродов уже в каком-то смысле начал оправдывать деньги, которые в него вложили. Потому что и гол забил, и голевую передачу, и помог забить Милану. После его удара был отскок на Дестеро и был забит мяч. Поэтому здесь, на мой взгляд, ситуация достаточно перспективная для Эльдора. Он, я думаю, сможет себя как следует проявить в ближайших матчах. И тогда вопрос касательно трансферной цены, он будет снят. Валентина Титова. В прошлом матче Шамуродова немножко не хватило для того, чтобы забить. Теперь, я думаю, он забьет. Соперник уже не такой сложный. Но, опять же, напоминаю, его удар, опасный поворотом Милана, был отбит Донорумой, и на добивание уже сыграл Дестро. Джованни Ангелине. Думаю, нужно выставить тот же состав, что и с Миланом. Особенно, если говорить о нападающих. Мы, наконец-то, нашли оптимальное сочетание впереди. Ну, мы тоже будем надеяться, что Дестро-Шамуродов это теперь основная связка. Росальба Санторо написал. Надеюсь, Моран снова оставит Скамаку в резерве. Шамуродов сейчас больше заслуживает места в основе рядом с Дестро. Ну, если брать Скамаку, начал он за здравие. Пока что и играет за упокой пять матчей, по-моему, у него без забитых мячей или шесть уже. Марко Рабья. В игре с Миланом Шамуродова остановил Донорума. Ну, а у Беневента такого голкипера нет. Поэтому я жду забитых мячей от Узбека. Ну, касательно Донорумы, это как раз-таки голкипер Милана, который в той ситуации, в том матче прошлого тура, потащил опасный удар Эльдора. Риана Карласа написала. Шамуродов должен играть в основе. С первых минут должен выходить именно он. В связке с Дестро. Игрок приносит очень много пользы. Он обороняется и борется за каждый мяч. Ну, тут опять же не поспоешь. Эльдор очень трудолюбивый форвард. Джино Анна написала. Узбекский бомбардир скоро начнет забивать. Гол и голевая передача в последних матчах – это добрый знак. Чуть не забил Милану – это тоже добрый знак. Там спас голкипер. А вот матчи с Беневенту он точно забьет. Ну, будем ждать забитых мячей. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.